Канобу.ру представляет Субтитры создавал DimaTorzok Мы хотим усилить взаимодействие бойцов. Используя в одном отряде нужные навыки, вы повышаете его эффективность. Вот видите, у штурмовика есть два атакующих варианта. А этого специалист использует как щит, который отражает часть пули глушилку, мешающую противникам использовать свои способности. Ну и наш разведчик, знаменитый скрытный боец из предыдущих частей, может использовать камуфляж и становиться прозрачным и тихим на какое-то время. И крайне важный момент — с помощью особой волны он может обнаружить противников, которые спрятались перед ним за укрытиями. Каждый игрок должен получить лучшую техническую поддержку, готовая к нагрузкам сервера в прекрасном состоянии. Это одна из моих основных задач. Будет налажено активное взаимодействие с сообществом, ведь Ghost Recon Online будет распространяться и работать по системе фри-ту-плей, при том, что мы постараемся обеспечить прекрасные условия и высокое качество самого проекта. Это лучшая поддержка для бесплатной игры. Система создания матчей учитывает не только уровень и ваш класс. Например, я сейчас штурмовик 30-го уровня. Обрабатывается вся моя статистика. Вы же знаете, множество хардкорных игроков получает максимальное звание, а затем создаёт себе бойца первого уровня «Крошить нубов», допустим, чтобы у него была идеальная статистика. У нас продвинутая система, которая не допустит подобного беспредела на поле боя. Учитывается не только уровень, но и реальные навыки. Для этого используются очень сложные алгоритмы, оценивающие ваши действия. ГОСТ РИКОН ООНЛАЙН ГОСТ РИКОН ООНЛАЙН ГОСТ РИКОН ООНЛАЙН ГОСТ РИКОН ООНЛАЙН Выйдет на нескольких платформах, но приоритетной останется компьютерная версия. Нынешняя тестовая версия лучше всего адаптирована для ПК. Мы хотим передать те самые ощущения от игры в ГОСТ РИКОН. Дизайн уровней, сетевые режимы — всё рассчитано в первую очередь для компьютера. Более того, мы хотим добавить кое-что новенькое в стандартный набор шутеров. Мы хотим, чтобы фанаты вернулись к серии, получили от неё максимум удовольствия. Особенно, в первую очередь, это касается этой платформы. Вот и начало матча. Это один из режимов игры, в котором вы постепенно меняетесь местами. Цель вашей команды — сперва защитить точки А и Б от наступающих с этой стороны. И если они преуспеют в этом непростом деле, появится шанс добить вас на базе. Цель моей команды — предотвратить наступление. Итак, поехали. Видите эти тонкие линии? Это связь в нашем отряде. В углу указаны все способности бойца, в том числе те, которые можно использовать только вблизи напарников. Мы постарались сделать так, чтобы никто не носился по карте, как угорелый, стреляя во всё подряд. Игрок всячески поощряется за то, что действует из укрытия и думает над тактикой вместо того, чтобы просто атаковать. Я сейчас спрячусь вот здесь. И вокруг героя появляется сетка, на которой видны улучшения его показателей. Практически все навыки получают бонус за то, что я действую аккуратно и под прикрытием. Что касается даты выхода, сейчас мы находимся на стадии бета-тестирования. И основной акцент сделан на техническую поддержку, чтобы мы могли пригласить в матчи как можно больше игроков со всего света. На это уйдёт немало времени, так что сейчас нет конкретной даты. Известно только, что мы продвинемся на следующую стадию тестирования через несколько недель с участием Франции, Германии, а также Великобритании. Как только мы решим, что готовы для остальных стран, сразу расширим границы. В ГОСТ Рикон Онлайн в любое время я могу поменять способности. И, разумеется, выбрать себе другое оружие. Возьму себе дробовик и второй атакующий навык. Это на самом деле такое устройство, которое при помощи волн блокирует характеристики противников, мешает их наступлению вот в этом районе. Что действительно интересно, здесь вы можете посмотреть на своё оружие и прикрепить к нему то, что заработали. Например, вот здесь перечень доступных прицелов. Каждый обладает своими характеристиками и влияет на общие показатели. Давайте выберем что-нибудь отсюда и прикрепим вот такое дополнение спереди. Сразу улучшится один из параметров. Ещё я могу выбрать глушитель, двойной увеличенный магазин. Довольно полезная вещь. Сбоку есть место для лазерного прицела. Всё это время я на ходу могу сравнить характеристики и настроить всё по своему вкусу. Кастомизация оружия — невероятно важный и огромный элемент игры. Покупаем оружие, сразу же его выбираем. И видим в магазине другие предложения. Здесь всё доступное мне на данный момент. Можно точно так же настроить то, что нравится. У каждого класса по два вида оружия. Диверсанту-разведчику подойдут автомат или снайперская винтовка. Можно поэкспериментировать с бронёй. Давайте я что-нибудь поменяю и сразу примерю. Как видите, мой персонаж преобразился. Давайте выберем каску в этом разделе. Возьмём вот такой вот камуфляжный набор. И снова внешность меняется. Сейчас у меня стандартное маскировочное устройство, но со временем открывается следующий уровень способностей. Например, установлена просто невидимость. Но я потратил очки и добавил ей необходимые свойства, в данном случае увеличил время действия. Скоро наш новый проект появится и в России, так что пользователи Канобу смогут присоединиться к игре. Очень надеемся, что у нас получится один из лучших шутеров на ПК с уникальными возможностями, абсолютно бесплатно. Впервые мы представляем игру такого качества бесплатно. Надеюсь, она вам понравится, и вы поскорее сможете запустить её в вашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok